Прошу прощения о скудной информации о динозавре. При поиске данных о нем, меня смутили многие моменты нестыковки и утверждать вам и говорить, что то точное я не могу. Вывел примерную информацию, а остальное прошу помочь вам. Рассуждайте и комментируйте, что знаете. Спасибо. Торвозавр. Был динозавром, который жил примерно 145-154 миллиона лет назад в течение позднего юрского периода. Это животное было впервые обнаружено в 1972 году Джим Йонсеном и Кеннетом Штатманом в карьере сухой мессы в Колорадо. Впоследствии он был назван в 1979 году Питером Малкольмом Гальтоном и Джеймсом А. Дженсеном. Ему было присвоено имя Торвозавр, имя которое означает дикая ящерица. Этот динозавр был необыкновенно жестоким длиной около 12 метров и высотой более 2 метров на бедрах и, вероятно, весил около 3 тонн. У него была длинная узкая морда, которая идеально подходила для измельчения костей и раздирания плоти. Из-за большого размера некоторые палеонтологи предположили, что Торвосорос, вероятно, не нужно было охотиться. Он мог просто напугать и забрать у других хищников их добычу. Однако это мнение очень спорно. Некоторые из специалистов считают, что этот динозавр имел размер особенности строения, которые могли бы сделать его самым главным хищником своего ареала. Он мог легко разорвать некоторых крупных травоядных динозаврам того времени. Травоядные, такие как апатозавр, брахиозавр, комарозавр, диплодок и стегозавр. Возможно, он даже атаковал и поедал хищников того времени, хотя это менее вероятно. Такая атака была бы осуществимой, если бы этот динозавр встречал уже раненого или умирающего хищника, вот тогда он мог убить его и съесть. Скорее всего так оно и было, так как животные того времени использовали любую возможность, чтобы насытиться. Еще один интересный факт о травозавре, некоторые экземпляры этого динозавра были найдены не только в Северной Америке, но также и в Португалии. Причина, по которой этот динозавр был обнаружен на двух разных континентах, кроется в том, что когда-то Европа и Северная Америка были соединены, и эти динозавры могли просто пройти по наземным мостам.